Финал в Осло с 25 по 29 мая. Все это будет на канале России, но уже на следующей неделе генеральная репетиция. В ее канун о секретах успеха. Разговор двух по-настоящему знающих людей. Это все еще действующий победитель норвежский белорус Александр Рыбак и моя коллега Анастасия Чернобровина, которая такой конкурс как-то сама вела. Она для нас из Норвегии. Александр Рыбак, как и многие люди, в миг ставшие популярными, сейчас очень загружен работой. У него бесконечные концерты, встречи с интересными людьми, интервью на телевидении и так далее. Но Саша нормальный человек, и он тоже любит отдыхать. И сегодня он нашел несколько часов для того, чтобы погулять с нами по Осло. Саша, привет. Привет, Настя. Рады тебя видеть. Здравствуй. Елась, не запылилась. Молодец. Помнишь еще русские наши все пословицы. Три месяца назад я уже купил квартиру. Хочу посмотреть. Да. Хотя там у меня еще ничего нету пока что там. Я буду первой гостью? Да, с удовольствием. Давай-давай-давай. Пошли. Александр Рыбак свободно говорит по-норвежски, знает английский, немного белорусский. И очень любит русский. Первый язык, на котором он начал разговаривать. Поэтому нашей встрече артист был особенно рад. Успех принес им много денег. Квартиру Саша купил несколько месяцев назад в одном из самых престижных районов Осло. Говорит, это его первое серьезное приобретение. И сейчас все мысли артиста только о том, что купить в новый дом, как в нем все расставить. И в первую очередь мечта Саши привезти в гости из Белоруссии бабушку, которая и открыла когда-то в двухлетнем внуке музыкальный талант. Ой, уапс. Как видите, здесь ничего нет. простор кроме кроме видео а куда у тебя окна выходит на улицу ну конечно балкон на улице мой но это на но прямо на площадку на фьорд но просто не видно ничего вы тихо уютно мы будем надеяться что тихо сейчас евровидение сейчас не будет так тихо со времен когда евровидение выиграла шведская группа абба никто из победителей так и не смог выйти на серьезный мировой уровень и вот после 36 лет затишье сразу два прорыва дима билан и александр рыба уже мировые знаменитости их песни до сих пор удерживают в своих странах лидерство в хит-парадах их лица не исчезают с экранов телевизоров и с обложек журналов это герои нового поколения которые задают тон в современном музыкальном мире сашу популярность пока не испортила жизни он старается из толпы не выделяться одет скромно с людьми ведет себя открыто любит раздавать автографы и искренне смущается когда девушки приглашают его потенцировать не получилось а мне кажется хорошо гораздо увереннее артист сжимает в руках свою любимую скрипку на сцене рыбак чувствует себя как рыба в воде до нынешнего конкурса евровидении остается несколько дней открывать шоу саша будет своей победной песни фэритэйл кстати узнав о том что петр налич выступает вторым заметил что совершенно неважно каким по счету ты идешь ты соревнуешься не с людьми а прежде всего с собой а если в себе уверен дальше нужно просто получать удовольствие от процесса это то самое здание арена теленор где будет проходить евровидение в осло сегодня мы первые посетители видите со всех сторон здание пока огорожено никого не пускают но нам сделали небольшое исключение так что мы с сашей рыбаком сейчас поймем как там все выглядит изнутри арена теленор крупнейший стадион в норвегии здесь выступали acd сетина тернер группа металлика и другие мировые звезды зал рассчитан на 23 тысячи человек и сейчас здесь идут последние приготовления к шоу ну что нравится мне очень нравится мне тоже мне нравится что очень много света да да как рождество большая новогодняя елка мы ходим в касках поскольку над нами к потолку подвешено около 20 тонн оборудования звука и света норвежские организаторы признают что не переплюнуть своих коллег из россии московский финал евровидения признан самым дорогим за всю историю конкурса но это будет твоя сцена ты же первым будешь выходить и хоть посмотри что тут посмотреть ну так мне кажется что для артиста очень важно какой пол потому что мы когда снимали детское евровидение учитывали чтобы пол был не очень скользкий иначе дети танцуют и могут упасть а ну я уже взрослый они не упадут а для тебе важно вообще такая сцена какую форму она должна быть для меня самая главная история мне не важно сцена сколько публики какой большой зал у меня не колышет тебя все устраивает все устраивает сцена здесь компактней но построена таким образом чтобы конкурсанты находились максимально близко к зрителям а вместо видеоэкранов по всему стадиону будут развешаны гирлянды из четырех с половиной тысяч лан основные правила конкурса не изменились артисты 16 лет и старше песня должна длиться не больше трех минут и условиях нет ограничений относительно гражданства исполнителей кстати в восемьдесят восьмом году таким образом победила швейцария которую представляла тогда никому не известная канадка селиндион и в этот раз белорус по происхождению александр рыбак принес победу норвегии установив при этом исторический рекорд 387 баллов и еще саша сказал что возможно в финале нынешнего евровидения исполнит свою песню на русском языке а затем вернется к незаконченным делам ему нужно доучиться в консерватории в осло записать второй альбом снятся в кино и при возможности приехать в россию просто отдохнуть ну передай привет что я очень 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 люблю россию и что я с удовольствием приеду еще в москву и петербург и в калининград и вообще во всю россию но в общем у тебя может быть даже на чай хорошо я тебя жду спасибо тебе не оглядывайся назад анастасия чернобровина олег теплинский дмитрий скоробутов норвегия специально для программы весть в субботу